Всем привет, ребятки, с вами Флэш. Веду вещание сервера Орда Альянс после вайпа. После запуска прошло, наверное, час-полтора. Как вы знаете, то, что сейчас новая карта, вот здесь находится вершина, которая дает преимущество 1,5х к рейтам ресурсов. Сейчас, на данный момент, владеет вершиной Альянс. Вот вот этот самый дом, но он начал владеть этой вершиной Альянс буквально с самых первых минут после запуска сервера. Сюда прибежало несколько человек, поставили шкаф, ну и, в принципе, вот все, что они успели построить. Деревянный дом, как мы знаем, то, что первые сутки можно строить только из дерева, потому что рейдить толком нечем. Но через 2 часа, сейчас где-то 2 часа прошло с момента запуска, вы видите, какое количество Орды, вот эта все Орда, прибежала рейдить эту вершину. То есть, я, если честно, не ожидал, правда, сейчас будет рестаркерить 5 минут, я не ожидал, что она соберется, потому что настолько быстро и четко сработали Альянс, они прибежали, сразу захватили, и 2 часа здесь была полная тишина. То есть, пару раз сюда всего прибежало, там, пару Ордынцев, не знаю, просто так посмотреть, что за вершиной, и все. Там Альянс ведь сидит, Альянс прибегали, спрашивали пароля дома, там, ну, владельцы сказали, нет, ребят, о, уже вынесли одну дверь. Я, честно говоря, не ожидал то, что будут строить треугольниками, ну, понятно, я уже давно в раз не играю, поэтому в постройках сейчас не особо шарю. Я думал, стандартные, то есть, 2 на 2 блока будет квадратных, но люди поняли то, что в этот, на эту площадь можно уместить треугольные фундаменты. Соответственно, можно, получается, защитить дом двумя стенками, то есть, видите, они одну стенку уже вынесли, а шкаф находится за второй. Благо, блин, плохо то, что сейчас уже вечер наступает, но просто покажу, насколько Орда с кооперировалась. Я даже не планировал записывать, просто сижу под горой, как бы, там, мониторю, отслеживаю, там, на шарик кто-то летает. Думаю, ну, по-любому не прибежит. Нет, с йоками организовалась каким-то образом, непонятно где, непонятно как, и прибежала. И сейчас мы увидим первый захват, так сказать, взятия горы. Как он происходит, уже буквально чуть ли не с самых простых оружий, потому что еще даже револьверы не разблокировались. Обычные револьверы шестизарядные, не питоны даже, потому что сейчас луки, арбалеты и вот йока-пистолеты. Они уже ими пришли рейдить. Это, конечно, забавно. Не, ну, конечно, полтора, рейты полтора к добыче ресурсов, в принципе, это не так много, да, то есть два, это очень много, ощутимо. Полтора, кажется, ну, немного, но в, как бы, масштабах клана, да, то есть там, вон, 120 человек за Альянс, 109 за Орду. Полтора, то есть это очень много, то есть представьте, да, 120 человек добывают по полтора. В таких масштабах это очень приличный буст. Я так понимаю, то, что все-таки Орда скооперировалась и решила, пора вершину брать. Алики пока не дают никакой отпор, потому что это дом, там внутри находится человека три. Два из них спят, один строил все вот это. Пацаны, пацаны, аликов, всем аликов сюда бежит, все выходим. Всем аликов сюда бежит. Блин, надо ночь, что ли, прокрутить. Как раз самые... О, уже ревики появились, лол. Да, 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 уже ревики. Все, начинается взятие горы. Я вообще не ожидал. Ну-ка, конечно. Жесть, такая толпа просто. Алики все-таки решили. Вот она, видите, как только появилась дополнительная общая цель, сразу, видите, как это немножко сплочает, как бы, клан. То есть ты уже пофигу, там, свой, не свой. Я имею в виду, там, играешь в общей команде, не играешь. Блин, уже все, ночь. О, благо ночь нормальная. Фух, слава тебе. То, что луна, луна, луна просто рулит. Просто капец. Ну, небольшая группа аликов попыталась отбиться, но не получается. Как мы знаем, то, что гора, тут строительство запрещено. То есть можно строить только вот на этом вот щасточке. И ближайшая зона, где, вот она. То есть вот так вот гора вокруг окражена, чтобы просто ее банально не огородили. И не поставили еще кучу домов дополнительных, чтобы было все по чесноку. И центральный дом было достаточно легко рейдить, что одной стороне, что другой. Так, вроде тут кто-то продолжает рейдить. Да, еще долбят. Сейчас посмотрим на этот эпичный переход, так сказать, власти. Там еще люди уже пишут предложения, чтобы указывалось конкретно, кто установил шкаф. Ввелась статистика по... Ввелась статистика по тому, сколько раз каждый установил шкаф, чтобы, типа, ну, так, знаете, местные герои были. Я сейчас играю без Ваниша. Ой, за админа. Еще дополнительная команда. Но у нас была, просто мы дополнительную статистику ввели. Может кто-то не знает. Когда пишешь лэш ранг, то помимо того, что общая статистика выдается по килла между фракцией, еще в каждой фракции выдается топ-3 киллеров. Видите, лидирует Порно Кинг. Он зашел сегодня после вайпа. Сразу наубивал. Там его на старте было что-то счет 40. И ближайшие преследователи 1 или 2 килла. То есть он сразу пошел убивать аликов, построил дом. Потом его жестко, жестко рейданули. И он просто лимул сервера. То есть он поиграл всего 2 часа, набил киллок. И уже не хватило у него сил развиваться заново. Потому что его дом, он выбил с кого-то ЛР-ку. Я не понял, откуда вообще ЛР-ка взялась. Уже кто-то успел купить, что ли, в городе бандитов. Так, все, кажется. Да, да, ребят, до шкафа добрались. Сейчас его уже поставили, да? А, уже поставили. Все, у меня пропало доминирование. Вот, альянс потерял контроль над вершиной. Орда захватила контроль над вершиной. У меня пропало, потому что я сейчас за альянс, как бы, админом зашел. Успели до рестарта, ты посмотри, а. 60 секунд. Капец. Вот это да. Пацаны, вы боги, я вас обожаю. Ну и вот, в принципе, первые восторженные, так сказать, ребята получили полторушечку прибавочку. Это, конечно же, приятно, да? Там отбили ордынцы. Ну, работает, слушай, эта идейка работает. Опять же, она мне внезапно так в голову пришла. Думаю, надо бы что-то придумать, какую-то дополнительную общую цель. И вот, пока работает. Я надеюсь, люди тоже получают удовольствие. Отбили вершину. Но сейчас будет бесконечный этот круг. Сейчас, по новым правилам, когда ты ставишь свой шкаф, дом автоматически становится той фракции, ну, тот, кто поставил шкаф. То есть, сейчас это дом весь, несмотря на то, что его строил весь Альянс, стал ордынским. И, соответственно, Альянс теперь может его рейдить. Там уже, ребята, да. Видите, места очень мало, но это и прикол, потому что тут нельзя построить огромную хибару. Если построили огромную хибару, то уже бы не было... Все, рестарт. То уже... Миллион сишек, ну, кто пойдет рейдить? Так, ну, ждем после рестарта. Сейчас продолжим. Так, ребят, зашел на сервер. Рестарт был всего 2 минуты где-то рестарт. То есть, я даже не ожидал, что настолько быстро. Офигеть, перезагружаются просто засчитанные. Блин, ночь. Я думаю, сейчас немножко прокручу. Сейчас немножко прокручу ночь, потому что на старте она вообще мешает, когда только-только все развиваются. Реально, она аж подбешивает. Поэтому я сейчас быстренько прокручиваю по часу, чтобы не было резких скачков. То есть, когда по часу закидываешь, он просто чуть быстрее, небосклон движется. Вообще, у нас ночь 5 минут идет. То есть, даже 5 минут какое-то просто дико долгое такое время ждешь, ждешь. Особенно, когда что-то интересное происходит. Файты, файты идут, пацаны, файты надо. У меня хп не так много. Так, сейчас прокрутим, ребят. Показал. Освятили, ребят. Сейчас наступит утро, чтобы для вас просто, и опять же, для ребят, и для вас, чтобы все было видно. А то самый экшончик такой ночью. Вообще неинтересно. Так, остался один час, и уже наступит утро. И как сделать, почему-то не надо. Так, все. Наступило утро. Мне, наверное, нужно зайти в команду, потому что я не понимаю, кто это бегает. То есть, видите, я не в команде, ну, потому что, чтобы меня по карте не было видно. Вот, но я думал, сейчас нужно уйти. А, это все альянсы прибежали, лол. То есть, уже орда захватила, сейчас она быстро фармит. Но тут не все альянсы. Тут половина альянса, половина ордынцев. И альянс уже пытается отбить. Смотрящий, без эмоций. Так, а в доме кто-то есть? А, уже, вот он, кстати, мру, надеюсь, правильно, вот, это он строил дом. Он тут сидел, когда к нему прибегали, говорит, дай пароль, дай пароль, своя альянса. Он говорит, ребят, дверь недавно сняли, он дал пароль, типа, сейчас никого, радуйтесь, что полторушечка, я тут типа обороняю. А тут ордынцы, пираты сидят, да, это пираты. То есть, он в соседней комнате воскресился, дверь его, он может открывать их. Будет сейчас что-то происходить? Чтобы вы понимали, насколько это близко, вот я убираю постройки. То есть, там где шкаф сидят два пирата, ордынцы, ну и вокруг тоже ордынцы, видите, бегают. А один, вот он пытается что-то сделать, давангардовец, мру, который это первый дом, собственно, я апгрейдил, поставил, кажется, Атлантик. А вот мру потом, это тоже все апгрейдил. Он пытается что-то придумать, как бы на пакости. Ой, блин, как же это забавно. Так, ну, ждем, все, утро наступило, хоть приятно теперь наблюдать. Думаю, все рады, что это утро. Вот, вот, альянс все-таки пытается, вот, солдат, я и говорю, то есть, да, они сейчас увидели альянсы, то, что все. Ребятки, у нас преимущество пропало, пора вершину отжимать, тем более пока деревянные постройки, да, вот они с этой стороны идут. Надо добивать. Плюс они все в дискорде сидят, инфу сливают, как бы я имею в виду, допустим, вот эта мру может сливать своим инфу. Ребят, я внутри. Ох, ни хрена. Вы посмотрите на это, что это такое? Ой-ой-ой, вот это сейчас будет жарко. Просто какое-то количество неограниченно зеленых точек бежит. Кстати, я скоро видос сниму по поводу зеленых точек, почему мы видим не все ники. Мы уже с Хелком связались, выяснили причину и надеюсь, что Хелк все-таки найдет время, чтобы это подправить. Потому что он сказал, вообще это в планы в его не входило, но мы хоть выяснили причину, я объясню. Отдельный видос запишу, потому что, ну, постоянно люди спрашивают, что я половину ников не вижу там и так далее. Все, мы уже поняли, как это работает. Эта система вообще не рассчитывала. Нифига не... Они просто массой отжали, даже никто не сопротивляется. Они просто пришли, их выдавили. Чисто психологически, смотрите, все убегают. Добивают. Просто массой выдавили. Не, ну, когда ты видишь такую толпу, уже даже неохота оставаться. Так, все, начинай. А там сидят два пирата, там сидят... Там сидят три пирата. Три пирата сидят, они не отдают. Они не знают. Альянс не знают. Альянс не знают, что внутри еще три ордынца. Вот это неждан. Альянс не знает, ребята. Что он делает? Он стену бьет, да? Он пытается продобиться, расширить. Потому что, видите, они в маленькой комнатушке сидят. Все, у них тут места нет. Они пытаются пробиться сюда, за которым руха сидит. Ой. Четыре. О, открыл, открыл. Все, минус мру. Они сейчас поймут, они поймут, что внутри ордынцы. Ёперный театр, что здесь происходит? Просто какой-то водоворот зеленых точек и ников. Они не понимают, ребята. Они не понимают. Все, наконец-то первый догадался. Это точно, говорит, свои. А те молчат, как жуки. Просто сейчас все они выломают. Если в наши, то выходите. А как они выйдут? Ох, вот это засада. Они не понимают, что внутри сидит четыре ордынца. Вот это сейчас сюрприз будет. Они еще не ту стенку ломают. А, не, все, все, открыли дверь. Все, не поняли, сейчас будет расстрел. Блин, тут просто такая каша мала. Какая-то жесть. Три человека. Они за шкафом прячутся. Сейчас будет... Все, огнем выкуривать начали. Все, минус. Два человека. Еще минус. Один остался. Не тупо. Все, от огня все передохнут. Все пираты. Блин, они их просто застреляли огнем. Через вот эту щель. Да, вот он шкаф. И все перегорели. Капец, отбили вершину. Вот это я не верил. Фух. Что здесь происходит? Да. Так, сейчас им надо разрушить шкаф. Да, разрушить шкаф и поставить свой. Тогда опять дом станет альянсовским. И преимущество перейдет. Все, ордынцы пока не особо хотят сюда возвращаться. Так, уже единицы, да, вот пытаются. Но это уже... Это уже бесполезно. Как только такая толпа выбегает на тебя. То есть не очень хочется воевать. Нифига сколько их тут. Я вообще не могу понять. Пипец. Не, ну ордынцы тоже молодцы. Хоть немного скооперировались. Хоть подвынесли. Все, да, я опять не обратил внимание, когда поставили шкаф. Все, альянс захватил контроль. Так, 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 так. Все, есть. Только пофармить вышел. Недолго длилась доминация орды. Сколько они? Минут 10, наверное, да? Минут 5 даже, наверное. Повладели полторушечкой. Ну и в принципе все. Не, ну круто, круто. Теперь хоть какая-то общая цель появилась. Ой, ладно же, ладно жесть, говорю. Ладно, ребят, вот такой вот был первый штурм горы, первое взятие, как угодно называйте. В принципе, достаточно эпичненько. Даже с первых часов после вайпа люди уже пытаются бороться за полторушечку. Вроде немного, но в рамках масштабах клана это очень существенное преимущество. Сейчас в изгое кого-нибудь отправим, кто-то мешает. Все хотят регаться. Почему все хотят регаться? Потому что я еще раз повторю, МРУ, когда сидел здесь, строил, прибежал тоже человек 5-10, говорит, открой нам дверь, дай нам авторизоваться, ну, свои же альянсовцы. Типа, мы же будем тебе помогать, если вдруг что отбивать. МРУ говорит, ребят, у меня полчаса назад дверь уже сняли, вот так вот тоже запустил авторизоваться. Теперь уж извините, идите, радуйтесь, что полторушечка мы удержим дом, все нормально. В итоге они там друг друга послали, короче, ну, альянс не понял, альянсы. А сейчас уже ажиотаж, кто авторизоваться хочет. То есть, я тоже не понимаю, зачем авторизоваться, то есть, у тебя есть полтора, но зачем еще авторизоваться, для чего? Строить здесь все равно, как бы, ну, будет только определенные люди, а зачем мне там авторизация? Ну, хз. Но, я имею в виду, не стоит из-за этого как-то расстраиваться, если даже тебе не дадут авторизоваться. Все, немножко экшен тут спал, все опять вернулись к привычному мироустройству. Альянс фармит, орда фармит. Альянс чуть больше фармит за счет рейтов. Все, ребятки, вот такое вот первое видео за три недели, я имею в виду, прям непосредственно сервера, не просто обзор изменений на сервер, а именно экшенчик. Потому что я, как бы, админю, да, сервак, я себе нашел, что мне очень интересно этим заниматься, то есть, постоянно что-то делать, летать, там, помогать кому-то, какие-то вопросы. То есть, я уже, походу, переиграл в раст, свое отыграл, сколько уже играл-то, 4 года. Вот, и мне уже больше нравится именно админись, без записи, просто сидишь, админишь, реально, как бы, просто такой экшенчик захотелось заснять. Все. Как всегда, с вами увидимся в следующем видео. Не заходите, как говорится, дерзайте.